Орёв моторов и жужжание пропеллеров заполнили лыжную базу. Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей самолётов прошли в Сурове уже во второй раз. В наш город приехали спортсмены из Москвы, Самары, Тольятти, Казани и Нижнего Новгорода. Всего около 20 человек. Это официальные соревнования, которые включены в единый календарный план Министерства спорта России. Состязания прошли в трёх классах моделей. Скоростные, пилотажные и гоночные. Скоростные модели должны пролететь один километр с максимально возможной скоростью. Для пилотажных моделей самолётов установлен обязательный комплекс фигур высшего пилотажа. Каждая фигура имеет свой коэффициент сложности, и судья оценивают качество выполнения фигур. И оценка судей умножается на коэффициент сложности. Потом все эти баллы суммируются и подводится итоговая оценка. В выступлениях гоночных моделей участвует экипаж, пилот и механик. Дистанция 10 километров с двумя обязательными посадками для дозаправки. Это самый зрелищный вид авиамодельного спорта. У механиков имеется система быстрой заправки, где топливо находится под давлением. Они буквально за секунду заправляют модель и с одного удара их заводят. Саровский кордодром уникален. Он единственный в Нижегородской области. Многие ребята принимали участие в соревнованиях уже не первый раз. Я принимал участие в соревнованиях в Самаре. Я там занял второе место. Я летала на модели, которые на газе. Там ручка, и там надо управлять газом. Можно выключить газ, и пропелли не будут включиться. Можно включить, и так можно управлять любой скоростью. Я вот на ней летала и занял второе место. Для 12-летнего Германа авиамоделизм стал настоящим хобби. На прошедших самарских соревнованиях он занял первое место среди скоростных моделей и пятое среди гоночных. Мне нравится заниматься в этом кружке, что-то мастерить своими руками, летать на том, что я смастерил своими руками и выигрывать. Мы сначала начали ходить на станцию юных техников, Надежде Андреевне Архиповой, на электрифицированную игрушку. Ему очень понравилось. Они там собирали модельки, схемы электрические. Прям очень-очень зашло. И мы начали думать, время уже туда ходить заканчивалось, и мы начали думать, что еще, куда еще можно походить. Надежда Андреевна привела нас в секцию, посмотреть. Там было судомоделирование и авиамоделирование. Но нам больше понравилось авиамоделирование. Год ходит, очень-очень нравится. Все делает сам своими руками. После завершения соревнований в каждом классе организаторы наградили победителей, а также позволили поуправлять моделями самым маленьким гостям соревнований. Кроме того, зрители ожидали полет копии самолета Як-50, а также имитация воздушного боя. Никита Белямов, Руслан Лапшин, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.